всем привет я вова и вот о чем бы я хотел вам рассказать в этом видео 12 сентября прошла презентация нового флагмана от apple iphone 10 всем давным-давно было известно как он будет выглядеть однако все равно миллионы фанатов яблочной компании ждали этого события айфону исполнилось 10 лет и по этому случаю презентацию решено было устроить в только что построенном театре стива джобса для мира технологий события конечно же крупная и поэтому ответственность перед компанией была огромная должно было все пройти на самом высшем уровне но видимо не в этот раз потому что без проблем не обошлось и я подумал а почему бы не вспомнить и не рассказать вам о самых громких скандалах и провалах и прочих неприятных ситуациях за всю историю айфона и компании apple и так начнем с самого свеженького поехали 12 сентября apple парк театр стива джобса сотни людей в зале миллионы людей в сети и тут такой косяк который ставит под сомнение всю репутацию компании из купертино вице-президент apple крейг федериги презентуют супер мега навороченный технологичный apple 10 10 они их как все думали главная особенность флагмана эта функция face айди заменившая функцию touch айди теперь телефон можно разблокировать только сканированием лица они отпечатком пальца как это было раньше вот федериги берет новинку в руку а дальше смотрите сами не работает не получилось у вице-президента разблокировать новенький айфон с помощью своего лица потом конечно же получилось но ведь не с первого раза а у зрителей закралось сомнение что творилось у крейга в голове в тот момент можно только догадываться но это не самый крупный скандал ведь были проблемы и посерьезнее первый крупный форс-мажор у apple произошел после выхода четвертого айфона дело в том что над этим смартфоном компания решила поэкспериментировать и применить новую конструкцию антенны не буду вдаваться в подробности скажу лишь что ее перенесли с нижней части смартфона на боковые грани уже через несколько дней после начала продаж появились первые вести о том что телефон теряет сигнал если его держать в левой руке как выяснилось если держать телефон таким образом то стыке двух частей антенны упирается в основание большого пальца и замыкаются решить проблему можно так либо не держать его в левой руке что предложил кстати сам стив джобс в ответ на письмо одного из пользователей либо надеть специальный резиновый чехол тогда устройство будет работать без помех следующий крупный провал apple это гнущийся iphone 6 поначалу не всем понравилось что айфоны стали такими большими особенно модель 6 плюс но потом появилась проблема покруче эти самые айфоны 6 плюс гнутся если их носить в заднем кармане штанов и многие пользователи стали жаловаться на эту особенность шестерки в твиттере запустили хэштег band gate а на ютубе массово появлялись видео на которых айфоны проверяют на прочность самое интересное что обычная шестерка была тонче чем версия плюс но она почему-то не гнулась изогнутый корпус это не единственная проблема айфонов 5 модели очень сильно царапалась задняя стеклянная крышка что кстати предрекают и айфону 8 пожалуй самый громкий печальный момент в истории apple это смерть стива джобса в 2003 году стало известно что у основателя компании серьезное онкологическое заболевание рак поджелудочной железы шансы прожить хотя бы еще пять лет были небольшие но джобсу если так можно сказать конечно повезло у него была операбельная форма рака долгое время стив отказывался от традиционной медицины и не хотел ложиться под нож но в 2004 году он согласился и опухоль успешно удалили ни химио ни радиотерапии не понадобились на протяжении пяти лет после операции здоровье стива джобса все-таки подводила и ему приходилось брать долгосрочный отпуск в апреле 2009 года была проведена еще одна операция но уже по пересадке печени которая дала возможность прожить еще несколько лет в конце концов организм основателя apple устал бороться с болезнью и с последствиями операции 5 октября 2011 года стив джобс умер ему было 56 лет но не будем больше о грустном и перейдем к последней в данном видео проблеме apple это тот самый случай когда проблема началась давно и непонятно когда она закончится я имею ввиду бесконечные утечки и сливы информации уже много лет подряд всем известно каким будет устройство до его официального выхода и эта ситуация очень сильно портит показатели apple для решения этой проблемы в apple набрали специальную команду людей которая выслеживает источники утечек как известно главное производство apple находится в китае и именно оттуда приходит большая часть украденной информации работникам фабрик предлагают три месячных зарплаты за какую-либо информацию или ворованную деталь причем больше всего ценятся корпуса именно поэтому около трех миллионов рабочих подвергается жесточайшей проверки кроме заводов информацию сливать и в офисах для их контроля также есть специальные службы напишите в комментариях как вы думаете можно бороться с бесконечными утечками информации если вам понравилось это видео тогда ставьте лайк и делитесь им с друзьями новое видео выходит каждую неделю поэтому подписывайтесь на канал а я вам говорю спасибо за просмотр и до встречи